Единовременная выплата пенсионерам в 2017 году. Кто ее получит и останется ли кто-то в плюсе? Сегодня все о доплате рассказал управляющий Омского пенсионного фонда. Подробнее Алла Аксенова. Молоко, масло, сметана. Амичка Ольга Захаренко выбирает продукты, что на ее взгляд качественнее. На цены особо не глядит. Всегда можете позволить взять подороже товар, если он вам нравится. Пока что я могу себе позволить. Женщина уже год как пенсионерка. Пока живет на зарплату, а пенсию откладывает. Свои 11 тысяч в копилку положат и в январе 2017. Но это не все, что принесет почтальон. Сверху будут еще 5 тысяч, которые доплатит государство. 5 тысяч? Куда подачу? Вот такие деньги. Вам с этим тоже, наверное, смешно. Ну, так же они лягут, просто как и вся пенсия. Я стараюсь ее не трогать. Январские 5 тысяч рублей – это доплата пенсионерам вместо индексации в 2016 году. Обычно пенсии поднимают два раза в год. Первый пересчет был в апреле. Тогда пенсии увеличили на 4%. Вместо второй индексации в правительстве пошли на единовременную выплату. Пенсионеры уверены, что индексация была бы им полезнее. Садились и считали, что индексация, она потом дальше. На индексацию – следующая индексация. Вот это разовая, да, получается. Разом выплатят. А пенсия моя останется не проиндексированной. И следующая индексация, она непонятно, когда будет и будет ли. Индексация, наверное. Мы же не знаем, какая будет. Какая будет это самое подорожание какое. Какая инфляция будет. Единовременную выплату получат все пенсионеры, которые живут на территории России. Работающие и неработающие. Получатели страховых и государственных пенсий. Таких в Омской области 580 тысяч человек. Сумма выплаты, как сегодня объяснил управляющий Омским отделением пенсионного фонда Сергей Тодоров, приблизительно равна той, которая получилась бы после индексации. А те, у кого пенсия от 8 до 12 тысяч, даже выиграют от такой замены. Если сесть с карандашиком и посмотреть, то это примерно, вот если 12,5-13 тысяч, это примерно одновременная выплата за 3-4 года этих процентов. И это обсуждалось, и это говорилось. Здесь с карандашиком сидели те, и больше всего, я вот во многих аудиториях был, знаете, так вот открыто, яростно, знаете, с таким забралом, с таким тембром, значит, вот это все, что вы тут не правы, там, это все. Ну, это те, у кого пенсия там за 20, там уже мы не скажем, что за 3 года вперед. Выплата вместо индексации по подсчетам сэкономит 500 миллиардов рублей бюджетных денег. Сергей Тодоров поддерживает решение государства. Ведь в кризис пожилых с маленькими пенсиями не бросают. Принять решение, чтобы были довольны все, не бывает. И вот здесь просто идет выбор, идет ответственность в части того, чтобы... Вопрос другой. Вот это решение, оно честно или не честно? Ну, я знаете, думаю, что люди очень умные, они сразу видят, есть ли здесь какой-то такой серьезный подвох в части того, что там вот, там вот там вот там. В данном случае, я честно вам скажу, что в отношении 5 тысяч подвоха нет. За выплаты пенсионерам никуда не надо обращаться. В январе ее принесет почтальон, либо зачислят на банковский счет. Тем, кто получает пенсию в первой половине месяца, выплату доставят отдельно. А те, кто во второй половине, получат вместе с пенсией. Сотрудники пенсионного фонда просят быть осторожными. Звонить и наведываться они никому не будут. Они также сообщают, в феврале размер пособий по старости изменится. В правительстве планируют проиндексировать пенсии на 5,8%. Анна Лаксинова, Артем Колесников, Антенна 7.